В 2010 году Москва отметила 125-летие создания сети общедоступных библиотек города, начало которой положила первая бесплатная библиотека-читальня имени Ивана Сергеевича Тургенева. Это событие стало важной вехой в истории библиотечного дела всей страны и во многом определила судьбу современных библиотек. Москва конца XIX – начала XX века была вторым по значению крупным библиотечным центром России. В столице работало несколько десятков частных общедоступных библиотек и кабинетов для чтения при книжных магазинах. Однако все они были платными и предназначались для образованных слоев городского населения. Между тем время диктовало свои условия. С развитием промышленности тяга к чтению и просвещению увеличивалась, фабрики, заводы и мануфактуры все больше нуждались в образованных специалистах. Обучить можно грамоте, но она же очень быстро уйдет. Ее надо, как говорится, постоянно, чтобы эта грамотность подпитывалась. И, как сказать, это была тренировка, заниматься языком. Если вы, извиняюсь, не будете регулярны, то вы его забудетесь. Так же и здесь. Библиотеки – это как вторичное образование, то есть это закрепление навыка чтения. И, естественно, развитие человека. Поскольку промышленности нужны были грамотные рабочие, естественно, пошел спрос на образование и просвещение. А без библиотеки это просто было нельзя сделать. Надо было делать библиотеки доступные. Опыт библиотеки читальни, которая с первых дней пользовалась большой популярностью среди москвичей, оказался настолько удачным, что по ее типу в Москве и других городах России стали создаваться новые библиотеки с более развитыми формами обслуживания. Так, в 1899 году по решению Московской городской думы была основана библиотека читальня имени Александра Сергеевича Пушкина. Для читателей она распахнула свои двери 2 мая 1900 года в доме Богачевой на немецкой, ныне Бауманской улице. А в 1912 году город приобрел для библиотеки особняк наследников Мухина на Елоховской площади, в котором библиотека находится по сей день. Работа Пушкинки в первые годы определялась правилами о бесплатных читальнях, утвержденными Министерством внутренних дел. Вначале посетителей обслуживали только в читальном зале. В октябре 1901 года появилось отделение для выдачи книг на дом. Книги выдавались на две недели. С разрешения библиотекаря можно было увеличить срок еще на неделю. За каждый просроченный день назначалось 3 копейки штрафа. До 1917 года персонал библиотеки состоял из заведующего и его помощников. На должность библиотекаря, помощника библиотекаря просто так нельзя было устроиться. А надо было обязательно взять разрешение московского оберполицмейстера, который должен был согласовать эту кандидатуру с московским генерал-губернатором. И писали спрошения на то, чтобы библиотекари работали в нашей библиотеке. И вот у нас сохранилось несколько таких ответов на те представления, о которых я вам говорила. Вследствие представления уведомляю ваше превосходительство, что я не признаю возможным изъявить согласие на утверждение в должность ответственного библиотекаря библиотеки читальни в памяти Александра Сергеевича Пушкина Николая Александровича Малиновского. Что же касается упомянутой в означенном отношении Анастасии Андреевой Сергеевой, то к утверждению помощницы библиотекаря, названной библиотеки читальни, препятствий с моей стороны не встречается. Вот так. Штат сотрудников соответствовал образовательному цензу служащих библиотек. Так заведующие должны были иметь высшее, а помощницы среднее образование. От этого зависело и жалование. У нас сохранился и замечательный такой выписка, список жалований, я бы так сказала, тех сотрудников, которые работали у нас с самого начала. Я хочу обратить внимание, что в штатном расписании нашей библиотеки была такая должность – мальчик для снятия книг с полок и постановки их на онные. Так вот, служащий такой мальчик получал за 9 дней работы, за 14 дней работы, он получил 4 рубля. Значит, помощница библиотекаря, о которой мы как раз говорили, за 30 дней работы получила 30 рублей. Швейцар Афанасий Осипов за 9 дней работы получил 4,50, а женская прислуга тоже за 9 дней работы получила рубль 50. Вот такая дискриминация даже тогда была. Среди читателей библиотеки имени Пушкина, в отличие от других городских бесплатных библиотек, было довольно много рабочих и ремесленников. Сотрудники Пушкинки старались создать все условия для этой категории людей. Специально для тех, кто занят днем, было установлено время для выдачи книг на дом с 7 до 9 часов вечера. Постепенно ушла система залогов и поручительств в работе абонемента, а при комплектовании учитывался уровень развития и потребности читателей из рабочей среды. Интересный факт. Самыми активными в первые годы работы библиотеки были учащиеся средних и низших учебных заведений. Реже пользовались услугами читальни, лица свободных профессий и учителя. О книжных интересах в дореволюционный период можно судить по отчетам библиотеки. Большим спросом пользовались повести, рассказы и романы, а самым читаемым автором был Николай Васильевич Гоголь. Имя великого писателя в 1909 году увековечила еще одна бесплатная читальня, которая была открыта Московской городской думой вслед за библиотекой Пушкина. Так же, как и Пушкинка, библиотека имени Гоголя открылась, чтобы привлечь в первую очередь читателей из народа. Из отчета о деятельности Московских городских бесплатных библиотек и читален за 1913 год. Книги выдаются бесплатно как в читальном зале, так и на дом, при условии поручительства за целостность и сохранность книг читателями со стороны их начальства, хозяина или домовладельца. Библиотека читальня открыта ежедневно, в течение целого дня. Подбор книг, как научно-популярных, так и билетристики, довольно разнообразен и полон. Так, суммы на первоначальное обзаведение были отпущены в сравнительно большом размере, около 10 тысяч рублей. Число лиц, пользующихся библиотекой, весьма значительно. За 100-летнюю историю библиотека имени Гоголя прошла путь от небольшой читальни до крупного учреждения с богатой коллекцией произведений великого писателя, материалами о его жизненном и творческом пути, а также обширным фондом художественной научно-популярной литературы и периодики. Первоначально фонд библиотеки составлял 2,5 тысячи книг. Читателями были служащие, купцы, учащиеся, ремесленники, мастеровые и прислуга. С самого начала одна из старейших библиотек Москвы вела активную политико-просветительскую работу и была культурным центром. В первые годы после революции, когда главной задачей стала ликвидация безграмотности и повышение общей культуры населения, При библиотеке были организованы самодеятельные читательские кружки, кабинет самообразования и работал передвижной фонд. В 1914 году по инициативе Ольги Ивановны Чачиной, первого руководителя библиотеки, в Гоголевке появилось детское отделение, которое совсем скоро переросло в самостоятельную детскую читальню памяти 1905 года. Сегодня она носит имя «Братьев Гримм». Продолжая традиции своей прародительницы, детская библиотека стала центром образования и воспитания. Здесь сохранились и книги, которые интересовали детей в прошлом веке, обучали и развивали их в самых разных направлениях. Пособие для трудовой школы, орфографический словарик, например, вот просто как пример, да, вот как бы издаются книжки, они сохранились, эти книжки в нашей библиотеке, там, 1934 года книжка, или, скажем, школьная библиотека, это классики, да, вот такое страшненькое на сегодняшний взгляд, старенькое издание, значит, тоже из библиотечного нашего фонда. Разнообразные формы работы, которые использовали специалисты детской библиотеки, не только формировали внутренний мир, развивали общий культурный уровень юных читателей, но и помогали выбрать свой профессиональный путь. Этот факт подтверждает интересный документ из архива библиотеки. Книга «Почета» – своеобразный путеводитель по судьбам самых активных читателей. Она ведется с 40-х годов прошлого века. Эта книга «Почета», она не просто, так сказать, такая какая-то безжизненная. Она составлена очень интересно. Помимо фотографий и такой характеристики человека, фамилиями, отчества, в какой школе учился, что он читал в библиотеке, с какого года он читал этот читатель. Скажем, вот в 1957 году Корневихина Раиса Сергеевна, 32-го года рождения, закончил в 1957 году МГУ «Географ». Ей было очень интересно наукой ее творцы принимать участие. Происхождение Земли и жизни в ней в 45-м году. Понимаете, за 10, за 12, за 15 лет они принимали участие в тех интересных конкурсах и читали те книги. И эти книги их привлекали, заинтересовывали, заставляли глубже изучать это направление. А далее формировался уже специалист в библиотеке. То есть библиотека способствовала не просто общему развитию, но еще и формировала специалистов в нашей стране. Сегодня книга почета несколько видоизменилась. Ее дополнили отчеты, фотографии и почетные грамоты самых активных читателей, с многими из которых библиотека поддерживает связь и по сей день. Вы представляете, пришел дедушка, который мальчиком ходил в эту библиотеку, помните у нас в магазине Николаевне тогда, и он сказал, это моя любимая, если бы не вот эта Маргарита Николаевна Бессонова, предыдущего заведующая, если бы не она, я бы вообще пропал. Она говорит, меня так приучила к тому, что есть интересные книги, к тому, что не обязательно бегать по дворам и заниматься безобразиями, а есть вообще совершенно другой, удивительнейший мир, который ты можешь познать посредством чтения книг. И вот тогда, вот он вырос, и он пришел на это 90-летие, они здесь живут на Пресне, он пришел со своим внуком, помните, девочки? Это было потрясающе, вот эта встреча была, которая была встреча со слезами на глазах, потому что вот они, читатели, и вот в этой встрече было понятно, что 90 лет существования библиотеки прошли не зря. Основы и принципы методической работы одного из важных направлений в деятельности современной библиотеки были также заложены в начале прошлого века. Крупным методическим центром для библиотечных специалистов всей России стала библиотека читальной имени Грибоедова. Она была открыта в 1910 году в обездоленном книгами районе в частном доме на углу Самарского и Орловского переулков. У истоков создания библиотеки состояли уникальные личности в библиотечном деле. Это Александр Александрович Покровский, его жена Анна Константинна Покровская, Любовь Борисовна Хавкина, которая создавала библиотечные курсы здесь, в Москве. И, в общем-то, Любовь Борисовна Хавкина является альфой и омегой библиотечного дела. Она автор таблиц, авторских знаков. Это все, как таблица Брадиса для математиков, так и Хавкина для библиотекарей. Она работала в нашей библиотеке и вела здесь курсы, читала лекции. Первые в России библиотечные курсы на базе Грибоедовки открылись в 1913 году. Они стали настоящей лабораторией передового творческого опыта. Любовь Борисовна Хавкина, создавая библиотечные курсы в Москве, в качестве примера и методической основы использовала опыт работы библиотеки. То есть на каталогах библиотеки учились библиотекари, приезжая в Москву, и учились на опыте работы с читателем. Здесь существовал Грибоедовский кружок рассказчиков, который работал с простым читателем, неподготовленным читателем, который не готов еще читать книгу. То есть это в форме устных лекций, в форме бесед, наверное, в форме экскурсий в музеи, в Третьяковку водили, в театр водили публику. И вот все эти новаторства, конечно же, были отражены как опыт работы на библиотечных курсах. Традиции профессиональной деятельности своих предшественников коллектив библиотеки достойно продолжает и сегодня. К 1914 году в Москве было открыто уже около 160 библиотек, из них 76 общедоступных бесплатных. Московская городская дума создавала библиотеки в основном в центре столицы и рассчитывала на людей широкого круга интересов, которые хотели продолжить свое образование. На окраинах и в рабочих районах, где организовать досуг оказывалось гораздо сложнее, чем в центре, библиотеки открывались по инициативе обществ. Например, немалый вклад в развитие сети народных домов с читальными внесло московское столичное попечительство о народной трезвости. Это, кстати, тоже был очень интересный ход. Когда правительство ввело винную монополию, и, соответственно, с 1800... А в 1896 году ограничило рабочий день, то есть хозяева раньше могли установить какой угодно. А специальным рескриптом правительства было указано, что не более 11,5 часов. Все, больше этого рабочего не может держать. И выходные там 4 часа, не более. То есть у людей появилось свободное время. Куда он пойдет? Ну, естественно, куда? Он пойдет в кабак, потому что высшим деться некуда. Образовый культурный уровень низкий. Для того, чтобы оторвать его от кабака, надо его культурно занять досуг. Всего столичное попечительство открыло в Москве и на окраинах 11 библиотек. Сегодня уцелело три. Одна из них – Ростокинская, ныне библиотека номер 95, северо-восточного округа столицы. Она была основана в 1910 году на пожертвовании московского уездного земства и долго оставалась единственным центром культурной жизни на окраине. Читателями библиотеки стали крестьяне деревень Раева, Медведкова, Леонова и Алексеевская. К 1917 году Ростокинская библиотека помещалась в проходной комнате кредитного товарищества. Имела 100 читателей и 4,5 тысячи духовно-нравственных и душеспасительных книг. Через два года библиотеку перевели в новое помещение. Там появился читальный зал, а детская полка, которая была организована на средства учителей и врачей района, преобразовалась в детское отделение. До 1917 года должности заведующей, видимо, как таковой не было, потому что когда библиотека открывалась, только начинала работать, был создан совет библиотеки. То есть вошли представители от местных фабрик, интеллигенция. То есть, видимо, вот этот совет он как бы управлял. А вот уже в 1917 году была, насколько мы знаем, может быть, конечно, это недостоверная информация, но, скорее всего, так. Потому что Наталья Ивановна Крыльцова, она была первой заведующей, считается, с 1917 по 1961-62 год. То есть вот она проработала достаточно длительное время. Историю, как известно, пишут люди. Ростокинской библиотеке повезло. Ее историю писали сами сотрудники, каждого из которых коллектив помнит по именам и сегодня. Люди работали уникальные. Вот я говорю, что богатство, я думаю, любой библиотеки – это ее кадры, ее сотрудники. То есть работали люди просто замечательные. Вот первая заведующая библиотеки Наталья Ивановна Крыльцова, она начала все вот это писать, начала собирать, начала как-то вот сохранять это все. За столетнюю историю в Ростокинской библиотеке сменилось всего пять заведующих. Благодаря самоотверженности и стараниям коллектива сохранился ценнейший архив. Редкие документы, грамоты, фотографии, рукописная автобиография первой заведующей. Мы не знали, что будет музей. Мы даже не предполагали. Но мы все ремонты. Мы так бережно, мы так прятали, мы так носились. Уже Клавдия Павловна, когда умерла, то мы уже стали дрожать за каждую книгу, за каждую фотографию. Мы сотни раз с места на место только, чтобы сохранить. И сохраняли все сами. И писали, передавая буквально из уст в уста, по велению сердца и зову души. У нас очень дружный, у нас очень теплый коллектив. Очень теплая аура, потому что мы знаем, как надо. Мы видели, как те люди работали в этой библиотеке. И мы пытаемся вот этот дух сохранить. Я библиотеку люблю безумно. Это просто вся моя жизнь. Выше этого у меня нет ничего. Судьбы библиотек, даже самых маленьких, неразрывно связаны с жизнью тех, кто в них работает. Тесно переплетены с историей района, города, страны, духом целой эпохи. За долгую жизнь московские библиотеки, как и многие библиотеки европейских столиц, знали взлеты и падения, времена благоприятные и не очень. Развиваясь вместе с поколениями своих читателей, они прошли путь от небольших читален до современных информационных центров. Менялся внешний и внутренний облик, совершенствовались формы и методы работы. Но неизменным оставалось и остается одно – прошлое, истоки, без знания которых невозможно всецело осмыслить настоящее.